всем привет сегодня у нас не совсем обычная распаковка я распаковываю не китайскую посылку а нашу белорусскую белпочтовскую посылку что же лежит в этой посылке вы уже конечно увидели из названия ролика здесь должна быть мышка logitech mx master я ее почему она в посылке вот я живу витебске витебске не так не так легко достать эту мышку по нормальной цене и да и вообще как бы поэтому я попросил своего друга из минска а мне ее купить и прислать вот он и прислал по почте и давайте открывать такие вот посылки кто не знает ну на белпочке такие вот коробки осторожно вся фигня то есть ничего не должно с ним произойти в отличие от почты россии например значит я уже владею logitech mx performance вот она у меня есть сегодня мы будем с ней сравнивать значит вот уплотнитель и сама коробочка 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 не сильно большая то есть я помню что в performance коробка больше идет хорошая полиграфия хорошее качество все есть значит здесь есть вот такой вот как книжка она сделана то есть можно открыть и увидеть гарантийный талон и вот сам саму мышку гарантийный талончик самый-самый обычный указана стоимость стоимость серийный номер и гарантий дальше мышка ну мышка крутая сразу указано как быстро ее подключить прозрачная штука можно посмотреть давайте и открывать здесь она с двух сторон за нет с одной стороны вот тут вот есть наклейка вот здесь вот есть наклейка но в общем она не вскрыва на здесь две наклейки давайте ее может быть снизу откроем так будет легче все вытащить сразу мышка и туда но хотел он все как-то не было денег не было и повода не было такого но вот тут решил что надо все таки купить потому что сколько можно так здесь на нас не выходит открывается страны что у нас здесь внутри внутри у нас здесь ничего больше нету то есть это мы тоже откладываем в сторону здесь у нас идет кабель для зарядки кабель для зарядки идет какая-то наверное инструкция о том как ее подключать включать сегодня у нас такой пасмурный день на улице мало света ну как обычно воткнули скачали приложения это аккумулятор кстати интересно там заряжен или не заряжен и вот сама мышка здесь идет какая-то магнитная штука наверное защита магазин была такой магнитный шлепик какой-то батарейки но это не батарейка на ней ничего не указано это просто какой-то магнитный шлепик в сторону убираем ставим саму мышку и bluetooth передатчик приема это тоже убираем сама мышка ну что я могу сказать она не такая конечно как performance не такая performance даже не знаю с чего начать боковая под боковая вот эта вот штука вот с этой стороны да то есть под большой палец здесь ну я бы сказал удобнее но вот эта часть вот эта правая не такая будет удобно почему потому что здесь она завернута во внутреннюю часть если тут сложно вам показать вот эта вот часть она идет скошенная внутрь здесь эта часть на более прямая идет и наоборот даже как увидите она даже немножко в ту сторону угибается так чтобы пластику пластик 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 здесь пластик шершавый но такой вот как как в обычный пластик не прорезиненный да здесь он тоже как бы не прорезиненный здесь он такой глянцевый здесь шершавый пластик кнопки довольно шумная да клик клик шумнее идет здесь она больше кликает но кнопки кнопки мягенькие хорошие кнопки не знаю как принципе хорошие кнопки скролл здесь потише будет скролл в новый это переключение дпи да а здесь это работало как бесконечный скролл или как вот контролирует здесь так крутнуть нельзя но здесь можно крутнуть сильнее она больше крутится здесь она быстрее останавливается спром здесь она более завернута то есть если все-таки вот так вот ее смотреть то на фотках не совсем понятно но performance более горбатая мышь это не такая горбатая нижняя часть конечно вот это вот ее подошва такая тройная с волной да вот видите она волна она конечно прикольная скользит она ну принципе также она кстати чуть полегче хотя по граммам написано что то же самое может быть за счет более скользкой вот этой поверхности пифон не внуковом из как-то потяжелее сама по себе потяжелее не знаю насчет аккумулятор наверно здесь стоит внутри доставать его отдельно не получается если в performance здесь есть аккумулятор но обычный когда как пальчиковая батарея только аккумулятор да то здесь ничего такого нет здесь просто connect кнопка connect кнопка переключения этих устройств наверно да там когда один два три и переключение с но это наверно в ковыкал до ковыкал и все 22 болта чтобы наверное отсоединить нижнюю часть ну и всякие там надпись значит боковые вот эти кнопки но они удобно то есть если вам она не нужны палец идет ниже и он не нас совсем не наживая не нажимает этот боковой скроллинг боковой скроллинг не имеет никакой щелчков никаких по самым не нажимается он просто крутится и он такой тугой как бы но туговатенький то есть его крутнуть и так чтоб он полетел такого нет кнопки вот эти две они нажимаются ну не знаю попасть по ним действительно проблему все наверно можно некоторые писали что при нажатии левого клика нажимается вот эта рамка вокруг скроллинга ну не знаю надо конечно попользоваться ей чтобы понять но не такая то мышка не такая вот эта вот часть она если здесь вот в performance здесь резина и вот эта часть вот видите она за время она у меня вытерлась вот это вот глянцево не глянцевая а хромированная часть да то есть есть такого нет здесь вот вот эта вот часть которая рифленая да вот такими вот гранями она очень похожа на тот же пластик который вот здесь к наш шару и пластик то есть как бы почти вот этого перехода между вот этой его частью и и пластиком его практически не ощущаешь но мышка лежит руке по-другому то есть конечно я к этой привык значит еще она покороче мне так кажется да да и фомас по длине по длине за счет того вот эта вот часть получается больше лежит на мышке да если вы держите здесь она покороче все таки она больше уходит вниз поэтому эта часть но она прилегает но не так все таки какая-то часть остается вот этой вот на столе либо на весу либо на весу что еще что еще тяжесть разная скользит ну это скользит мне кажется вот это получше сказать но в всяком случае вот на обычном столе это получше скользить скроллинге ну здесь нету бесконечного здесь он всегда ограничивается да то есть стопориться здесь можно отжать кнопочку и крутнуть навсегда там скроллинг полетит клики более более громкие в мастере боковой скроллинг ну пока что нормально кнопки боковые не знаю удобно и неудобно материал более но здесь как-то резины больше чувствуется за счет вот этой вот части вот этой части то есть большой палец полный лежит на резине здесь глянцевый пластик он не ощущается ну какой как либо это он ощущается но как глянцевый пластик либо как полированная резина заполированная уже да то есть она такая вот и вот здесь вот этот выехать выемка да то есть на уходит наружу и здесь на этот внутрь за счет этого эти вот боковые пальцы лучше подхватывают мышку здесь не такой подходитесь она все-таки то есть но я не выронишь конечно но здесь здесь мне нравится больше ну площадке в принципе идут на низ не особо ты не смотришь здесь они по-другому выглядят конечно площадке и расположение самого датчика в другом месте здесь на такой по центру поля нужно уже конечно смотреть коров в процессе эксплуатации как она там будет на самом деле вот такой вот мини обзорчик распаковка сравнения подведя итоги что могу сказать мышка не такая как пифа то есть не не могу сказать что они совсем уж одинаковые какая из них лучше нужно смотреть процессе эксплуатации попробую в описании к видео написать что именно мне понравилось не понравилось именно когда я уже начну пользоваться этими ну в сравнении да то есть одной и второй мышкой материалы корпуса разные клики но вот клик вот он но особенно кто с детьми в одной комнате с женами то когда ты вечером сидишь и так вот кликаешь чем чем меньше клик чем тише у тебя тем лучше но также тут кнопка вот это вот есть забыл сказать да то есть эта часть нажимается как и здесь она тоже нажимает переключение но она программируется можно переключение режимов там все опять же здесь у нас таким кликом здесь все практически не слышно посмотрим мышки мышки разные мышки разные подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи пока пока